«Гнотисе Аутон» – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Козлов Андрей Петрович, доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории неофункционализации генов Института общей генетики имени Вавилова РАН, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Окончил биологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета в 1972 году, затем аспирантуру Научно-исследовательского института онкологии имени Петрова. В конце 70-х по гранту Международного агентства по изучению рака проходил стажировку в Национальном институте рака США в лаборатории будущего первооткрывателя ВИЧ доктора Роберта Галла. Поэтому Андрей Петрович принял самое активное участие в борьбе с эпидемией ВИЧ-спит на ее ранней фазе развития в нашей стране и достиг в этой области значительных результатов. В 79-м году, еще во время стажировки в Национальном институте рака США, Андрей Козлов опубликовал статью в престижном Journal of Theoretical Biology, в которой впервые выдвинул гипотезу возможной эволюционной роли опухоли. Затем эта гипотеза развивалась в серии публикаций как часть более широкой концепции, приобретшей структуру теории после выхода в свет в 2014-м в серьезном академическом издательстве Эльзевир Академик Пресс монографии Козлова «Эволюция путем неофункционализации опухоли». Позднее книга была издана также на русском и китайском языках. Теория эволюционной роли опухоли, или теория Карцина Эва-Дева, сформулировала несколько нетривиальных предсказаний, подтвержденных в лаборатории автора, то есть она обладает предсказательной силой. Гены, описанные в лаборатории Андрея Козлова, используются для разработки новых биотехнологий. Профессор Козлов в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте. Вы уже знакомы нашим зрителям, так же, как и знакомы им много лет разрабатываемые вами, вам же предложенные теории эволюционной роли наследуемых опухолей. Ну, знакома-то она, знакома, но недавно вы выпустили книгу, она может быть небольшая по объему, я ее прочитала, но она содержит очень важные дополнения, и это результаты работ последних лет, причем экспериментальные результаты, не только теоретические. И что в этой книге, например, меня очень удивило, привлекло внимания, очень заинтересовало, например, появление такого нового понятия, как жировой орган млекопитающих. Этот орган, он, как следует из книги, он является собой подтверждение предсказаний, одного из предсказаний, вот этой самой теории эволюционной роли наследуемых опухолей, которой будет посвящена наша сегодняшняя программа. Так что давайте приступим. О жировом органе тоже пойдет речь, это очень интересно, поверьте. Ну, давайте приступим и начнем с понятия теории. Мы в прошлый раз с вами это обсуждали, зачем нужны теории, какую роль они играют, кому они служат, человечеству. И сейчас тоже мы с этого начнем, но уже под другим немножко углом, попробуем это обсудить. Ведь, смотрите, когда начинаешь работу, когда научный сотрудник начинает работать в каком-то направлении, формулирует какую-то гипотезу, вот нет такой цели, ну-ка я вот сейчас сяду и создам теорию, понимаете. Но вот работа, тем не менее, идет в каком-то направлении, много лет, десятилетия проходят, появляются книги на эту тему, и в какой-то момент вопрос, что вообще это такое, что это, что создается. И вот оказывается, вот что такое теория? Теория есть целостная развивающая система знаний, имеющая определенную структуру, способная делать предсказания, объяснять явление природы. Это вот философы так обсуждают. Это вот наш известный философ Степин выпустил книгу, очень цитируемая книга, тысячи ссылок, удивительно для философа, да. Ну и другие авторы в области философии науки, вот такое определение теории, да. А что уже ученые говорят, вот что Эйнштейн говорит, да, что теория у него, согласно Эйнштейну, две цели. И первая цель – это, чтобы теория охватывала все явления. И вот оказывается, что наша теория вот такая, посмотрите, да. Это вот наша статья 19-го года, уже после того, как мы встретились с вами первый раз. И вот здесь, как называется теория? Карсона и Эвадева – это теория, которая объединяет три вида биологического развития. Значит, эволюционное, индивидуальное и опухолевое, и пластическое развитие, да. То есть мы фактически, мы создаем единую теорию биологического развития. То есть одно из условий таким образом выполняется то, о котором Эйнштейн говорит. Сразу скажем, что такое наша теория, основное ее положение. То, что опухолевые процессы участвуют в эволюции, именно в эволюции антогенеза. И эволюционная роль опухоли состоит в том, что опухолевые процессы снабжают эволюционирующие многоклеточные организмы дополнительными клеточными массами, где экспрессируются эволюционно новые гены. Извините, Андрей Петрович, хочу остановить внимание наше и зрителей, что речь идет о наследуемых опухолях. Мне кажется, это важно. Это очень важно. Правда, получается так, что значительная часть опухолей наследуется, но это уже второе. В скобках, да. Конечно, чтобы играть роль в эволюции, явления должны наследоваться. Затем следующее важное положение, что организмы опухоленосителей являются относительно нестабильными вот такими формами переходными, которые участвуют в прогрессивной эволюции. То есть прогрессивная эволюция это эволюция с усложнением. И опухоли являются поисковиками, это уже современное такое понятие, новых сочетаний генов, эволюционных инноваций в пространстве биологических возможностей. Вот тоже такое понятие пространства возможностей, которое сейчас широко как-то используется. Одним из первых его поппер увел, известный философ. И вот если так посмотреть, видите, уже много статей мы опубликовали, причем первое, там, видите, когда я был совсем молодым человеком, а последнее, вот в прошлом году две статьи вышли. Более всего 45 лет вообще. И уже, знаете, слушайте, в этом году две статьи уже. То есть, видите, процесс идет очень такой активный. И вот монография, которую мы опубликовали, она переведена на русский и китайский языки. То есть, это, собственно, идет процесс развития научной теории таким образом. И после нашей встречи, вот смотрите, сколько всего мы опубликовали после того, как первый раз мы встречались, и действительно вышла вот эта книга в прошлом году «Теория эволюционной роли наследуемых опухолей Карсена ЭВДЭВа». Ну вот. И эта структура, теория имеет структуру. Мы видели вот там на первых слайдах, что важнейшее требование к теории, это чтобы у нее была некая структура, поскольку действительно речь идет о системе знаний. И вот в этой системе есть самые разнообразные взаимосвязи. И вот мы видим эту структуру, то есть фактически это, грубо говоря, оглавление книги, хотя это не совсем так. И вот эта структура, она от первой монографии некоторым образом уже отличается. И значит, в структуру входит что? Вот смотрите, значит, «Истоки и предшественники», «Эволюционный подход к наукам о здоровье и болезнях вообще», не только к опухолям, биологические предпосылки, основная гипотеза, нетривиальные предсказания. Но это фактически сценарий нашей программы. нетривиальная объяснение. И вот мы вот сейчас по всей этой структуре пройдемся, и у нас уже будет некое полное такое представление. И, конечно, мы всегда любим это говорить, что мы стоим на плечах гигантов. Одним из таких гигантов, вот здесь Алексей Николаевич Северцов, я когда делал в институте его имени доклад на тему своей теории, мы пришли вот к такому заключению, что вот моя теория является следующим шагом развития теории Северцова. Понимаете? И это очень приятно. Вообще говоря, удивительно, что наша теория, вот Карсона и Водева, да, она стоит предшественниками непосредственным были наши отечественные ученые, наш Северцов и Абелев и Татаринов, да, то есть Северцов, он первым развил представление об эволюции антогенеза, да, у него теория филэмбриогенезов, его замечательная теория, а Абелев и Татаринов, они открыли то, что сейчас называется канцероэмбриональными антигенами, карсиноэмбриональные антигены, да, то есть они открыли альфафетопротеин, а уже после них были открыты и другие, да, и таким образом происходит вот это объединение понятий, да, карсиноэмбрионика и Водева, и мы получаем карсиноэводева, то есть мы, и вот, а сверху там, посмотрите, там теория Кангейма, да, теория перспективных монстров, ну, собственная Водева, да, концепция опухоли как болезни дифференцировки, да, генетический механизм прогрессивной эволюции, это книга ОНА, да, Evolution by Gene Duplication, и на меня, например, очень сильное влияние оказала книга «Предметы взаимосвязи естественных наук» академика Бонифати Михайловича Кедрова, понимаете, сына известного революционера, кстати, да, и моя последняя статья использует эту книгу, как вам, уж казалось бы, да, вот прошел полвека с тех пор как-то книга вышла, и мы до сих пор, то есть вот научный поток, он непрерывен, понимаете, и он переливается из книги в книгу, из монографии в монографию, из статьи в статью, и таким образом мы вот являемся частью вот такого великого какого-то движения. книга Оно вышла, когда я был студентом, и на меня оказало огромное влияние, просто огромное влияние, и вот здесь показано, что наши две книги, вот у него книга называется «Evolution by Aging Duplication», а моя книга «Evolution by Human Non-Functionalization», да, то есть я специально хотел, чтобы оно, она поняла, потому что вот у нас комплементарные взаимоотношения между нашими книгами, и я как говорю, что там, где заканчивается книга Оно, начинается моя книга. Книга Оно, он говорит о том, как происходят новые гены, а я говорю о том, где берутся клеточный материал, где эти гены работают, и поэтому я встречался с Оно, и мы имели возможность это с ним обсудить. Теперь другая часть структуры, это, собственно, эволюционный подход, эволюционный подход к патологиям, к болезням, и оказывается тоже, мы, конечно, очень оригинальные, согласитесь, наша теория очень оригинальная, но не только наша теория использует эволюционный подход в медицине, есть вообще эволюционная медицина, в которую входят эволюционная онкология, дарвиновская медицина, эволюционная эпидемиология. То есть, это все родилось в конце 20 века, причем я вот здесь числа указал, видите, там Козлов 79, 96, а вот эти книги 91, 94, то есть, примерно в одни и те же годы возникало вот это представление об эволюционной медицине. И если говорить уже о нашей эволюционной онкологии, о которой мы будем разговаривать, там тоже несколько направлений, да, то есть, опять же, мы-то очень оригинальные, я говорю, но тем не менее, другие люди тоже в этом направлении думают, и это является достоянием науки, понимаете? Это свидетельство о том, что это не слепая ветвь развития науки. Да, то есть, мы являемся частью потока научного, конечно. Несколько слов, мы вот прошлый раз с вами обсуждали очень подробно вот эти биологические предпосылки, то еще раз, здесь так довольно быстро на них остановимся, тем не менее, это вот некие свидетельства о том, что опухоли могут играть роль в эволюции, да, как правило, об этих вот фактах широкая общественность мало осведомлена, и научная общественность тоже мало осведомлена, да, о чем идет речь? Ну, во-первых, широкая распространенность опухолей, то есть, оказывается, что, ну, практически все многоклеточные организмы, они поражаются опухольми, являются опухолями-носителями. Древнее происхождение консерватизм клеточных онкогенов, это вот даже и наша работа 19-го года этому посвящена, мы первыми показали, что классы онкогенов, онкосупрессоров, являются самыми древними классами генов после генов домашнего хозяйства. Что совершенно никому неизвестно, это то, что значительная часть опухоли не убивает хозяев. Почему это неизвестно? Потому что онкологии изучают злокачественные опухоли. Уже когда на стадии болезни. Ну, ясно, вот эта проблема, собственно, вот, а 80% опухоли доброкачественные, это уже результаты исследований последних годов, то, что у млекопитающих 80% опухоли, они доброкачественные, но их меньше изучают, потому что это не так интересно. Но они не дают о себе знать. Они не дают о себе знать, да. И вот то, что мы говорили с вами. Многие опухоли наследуются, причем наследственные опухолевые синдромы встречаются на много части, на порядок чаще, чем неопухолевые наследственные синдромы. Значит, это кому-то нужно. И вот Евгений Еминитов даже в своем обзоре, собственно, это установил, наш ленинградский онколог. И наличие опухоли, свойств, которые в эволюции могут использовать. Что-то избыточная клеточная масса, активация генов, дифференцировка с потерей злокачественности, морфологический потенциал. Вот видите, кожаные рога тут давно известны и описаны. То есть, есть свойства опухоли, которые полезны были бы для эволюции. И потихонечку мы приходим к основной гипотезе. И здесь мы вот второй пункт определения Эйнштейна. Что Эйнштейн говорит, что теория преследует две цели. Отхватить по возможности все явления в их взаимосвязи, это он называет полнотой. И добиваться этого, взяв за основу как можно меньше исходных понятий. И вот это он называет логической единственностью. И оказывается, что у нас, когда в нашей работе мы потом начинаем анализировать, оказывается, что мы вообще из двух таких основных положений сходили. Это из принципа генной конкуренции и вот принцип эволюции путем дупликации гена ООНа. И как мы получаем основную гипотезу? Вы смотрите, вот эволюционирует геном, генная конкуренция усиливается, и эволюционно новым генам нужны новые клеточные массы, где бы они могли экспрессироваться, которые функционально не необходимы организму. А это опухоль по определению. И таким образом получается, что именно опухолевые процессы могли сопутствовать эволюции генома, возникновения эволюционно новых генов. И нерешенная биологическая проблема, что вот в ряду вторичной роты и хордовые позвоночные нужны организмам, эволюционирующим клеточной массе. И непонятно, откуда они берутся. То есть это биологи серьезно обсуждают и говорят, что непонятно откуда. То есть мы видим, что значительное увеличение произошло, а за счет чего не совсем понятно. Вы знаете, какой у меня вопрос возник? Ну, наверное, глупый. Что первично, что вторично в этой концепции. То есть массы предоставили эволюцию, вот эти опухоли предоставили эволюцию, такой полигон. Или эволюция шла таким путем, что вот сделаю-ка я лишние такие вот предки. Там, понимаете, вот мы в конце будем об этом говорить. Хотя эволюция не имеет цели на самом деле. Это мы придумываем. Эволюция, она сама по себе идет. Вот смотрите, эволюция, она связана с вектором сложности. И мы называем это прогрессивной эволюцией. И сложность все время возрастает. Это вот имманентное такое свойство материи. И в связи с этим опухоли, они являются частью этой тенденции. Вот таким вот образом. И исходя вот из этих вот общих посылок, мы пришли вот к основной гипотезе. Гипотеза эволюции путем нафункционализации опухоли. Это так книга вот называлась наша. И мы ее просто прочтем. Что наследуем ему опухоли на ранних стадиях прогрессии. Это вот доброкачественный как раз опухоли. Это на ранней стадии прогрессии. Могли играть роль в эволюции многоклеточных организмов, предоставляя дополнительные клеточные массы, для экспрессии эволюционно новых генов, возникающих в ДНК зародышевых клеток, а не в ДНК опухолей. И новых сочетаний генов, участвуя таким образом в происхождении новых типов клеток, тканей и органов. Вот основная гипотеза. И даже вот есть графическое представление, что возникает эволюционно новая последовательность. Сначала даже не ген. Потом она эволюционирует. Потом она начинает экспрессироваться. И она вот в прежних клетках она не может экспрессироваться, потому что там места нет, грубо говоря. А в опухолях есть такая возможность. И если она экспрессируется в опухолях, возникают слабые какие-то функции, еще не оформленные. И вот такие вот функтирные обратные связи. Раз возникают слабые функции, они уже подвержены естественному отбору. Эти функции становятся более сильными, обратные связи более сильными. И в конце концов это приводит к возникновению нового типа клеток, которые наследуются благодаря эпигенетическим и генетическим механизмам. То есть так же, как и все другие типы клеток. А у нас их сотни. Говорят, ну а как же это все будет наследоваться? А вот точно так же. И теперь мы переходим к самому главному. В теории самым главным является нетривиальные предсказания. То есть, что мы, собственно, можем предвидеть того, что не предвидели до нас люди, другие теории и так далее, и так далее. И когда мы первый раз обсуждали с вами эту проблему, их было три, а сейчас их девять, как вы видите. Причем это не просто мы сформулировали эти предсказания, мы их либо доказали, либо получили данные в их поддержку. Вот за это время. Понимаете? То есть была такая интенсивная работа, причем не только мы получили эти данные, а мы это все еще и опубликовали. Понимаете? Что очень, так сказать, непросто, когда у вас такие парадоксальные, собственно, результаты. Понимаете? Ну и начнем мы тоже перечислим все вот эти наши нетривиальные предсказания и их доказательства. И вот первое предсказание было очень интересным. И одно из очень демонстративных, я бы так сказал, это об анкогенах. Анкогены, это вот как раз некая тема, завораживающая. Они были открыты, думали, что мы вот сейчас решим все проблемы. Но этого не произошло, это отдельная тема. Но когда это было сформулировано, предсказание, было известно дюжину анкогенов. И мы предсказали, что число анкогенов должно быть на порядок больше. То есть число анкогенов должно соответствовать числу клещных типов в организме, а их к тому времену было известно уже 200. И понимаете, вот было известно 10, считалось, что будет не больше 20, а я, это 87-й год, я сказал, что нет, не менее 200. Смелые предсказания, вот оно было опубликовано, вот теоретические математические аспекты морфогенеза в нашей книжке, да, русской, и потом в международном издании она была опубликована. А теперь посмотрим, что у нас на сегодня. И это мы опубликовали вот уже в статье 2019 года. Число анкогенов у человека от 245 до 380 в разных базах данных, от числа типов в клетках от 240 до 430. Это чуть ли не полное совпадение, понимаете? То есть вот таким образом, причем в выяснении вопроса, сколько анкогенов и сколько типов клеток приняли участие сотни людей, десятки лабораторий, понимаете, сотни публикаций и так далее. То есть, понимаете, вот казалось бы, мы сформулировали предсказание, а в его доказательстве принял участие огромный коллектив людей. Но смотрите дальше. Если число анкогенов совпадает с числом дифференцированных типов клеток, то значит дифференцировочные гены должны эволюционировать параллельно с анкогенами. И это было второе предсказание. Эволюция классов анкогенов, генов-супрессоров, опухолевого роста и дифференцировочных генов должна происходить параллельно. И вот мы видим, что это действительно так. Вот здесь вот кривые эти показаны, и крайние кривые, это как раз образующий кластер некий, это кривые эволюционного распределения анкогенов, опухолевого сопрессоров и дифференцировочных генов. Они просто совпадают. Если делать уже анализ статистически, это вот здесь вот справа представленный этот анализ, кластеры, кластеры образуются. Вот они образуют кластер, онкогены, дифференцировочные гены и опухолевые супрессоры. Они образуют кластер, как это говорится, с bootstrap value, со значением bootstrap 100%. То есть они статистически совпадают в 100% случаев. То есть они совпадают всегда. И второе таким образом предсказание самым блестящим образом подтверждено нами и опубликовано. Эта статья, кстати, в 2019 году на нашем российском конкурсе заняла второе место. Всех статей опубликованы в 2019 году. Понимаете? То есть так как-то было научно-общественно и оценено. Следующее предсказание наше, что в опухолях должны экспрессироваться эволюционно-новые гены. Но это часть, собственно, гипотезы. Ну и вот посмотрите, мы опубликовали вот столько статей на эту тему. Я опубликовал три обзора на эту тему. То есть мы описали, я это называю супер-класс новых генов, потому что он не только у человека, а он у разных организмов тоже встречается, поэтому супер-класс. И мы описали как единичные гены. Да, вот ПБУВ-1, ИЛФН-1, там мы целый класс генов описали. И все это подтверждено другими авторами. Понимаете? И вот смотрите, как это интересно. Вот мы это вот база данных, которую мы зарегистрировали у нас в России, вот это свидетельство о регистрации, мы вот там можем увидеть, что эволюционно новых генов у человека сто, которые работают в опухолях. А эволюционно молодых, которые возникли у приматов, человеческие гены, возникшие у приматов, работающие в опухолице, их там 234. То есть видите, какой массив данных. И вот по одному из этих генов, которые мы описали, да, мы описали в 2014 году вот такой тисинген, он называется ИЛФН1, АС1. И он, значит, экспрессируется, вот видите, нижний рисунок вот слева, это вот эти все полоски, это экспрессия его в разных опухолях, а вот наверху это отсутствие этих полос, это отсутствие экспрессии. И мы вот описали его структуру, и показали, что он дыново просто происходит у приматов. 13 марта этого года выходит обзор, посвященный исключительно этому гену. Это другие авторы. Ну да. Они рассматривают этот ген в 10 типах опухолей, то есть на каждую опухоль по голове, понимаете. И они смотрят его, что он является одновременно опухолевым маркером, терапевтическим мишенью и прогностическим индикатором. То есть, понимаете, это один из 100 эволюционно-новых генов работающих. Вы понимаете, какой потенциал весь класс этот генов содержит? Если по одному гену тут работают уже десятки лабораторий и пишутся вот уже такие обзорные статьи, это уже не нами, это уже другие авторы. То есть, они нашу статью цитируют как исходную при этом. И посмотрите, вот три этих гена тесина наших, они вместе экспрессируются в 23 тип опухолей. То есть, это говорит о том, что они претендуют на роль таких универсальных маркеров. И в этом большой интерес. И в этом большой интерес. И в этом интерес и возможность внедрения и так далее. Но внедрение всегда стоит дороже, чем открытие. Это да. Следующее предсказание. То есть, это вот мы говорили о тесингенах. Теперь, следующее предсказание об этих же тесингенах, которое вытекает из основной гипотезы, это то, что тесингены предков должны у потомков приобретать прогрессивные свойства какие-то. Ну и мы для доказательства этого использовали модель опухолевую модель у рыбок полосатого дания. Это так называемая трансгенная модель. То есть, эту опухоль можно индуцировать, а потом индуктор убрать, и опухоль будет регрессировать. понимаете? Ну вот, и мы использовали для того, чтобы показать, что тесингенов рыб у человека приобретают прогрессивные функции, которых нет у рыб. И действительно обнаружили такие гены. Много генов, здесь вот несколько из них. И какие они приобретают свойства? Развитие плаценты, развитие легких, развитие коры головного мозга, развитие простаты, понимаете? У этого у рыб нету ничего. И вот мы видите, вот в этой статье мы, кстати, это тоже в 19-м году мы это опубликовали. Мы их назвали Карсенов и ВДВ гены, и эти гены можно рассматривать как прямое подтверждение гипотезы. Потому что то, что написано в гипотезе, то, что мы показали экспериментально. Это удивительно, конечно, сложная работа, и она продолжает цитироваться там и так далее, и так далее. Следующая предсказание, что наследуемые опухоли могут отбираться на новые функции в организме. И мы это доказали на примере шапочки золотых рыбок. Я когда ее увидел, я сразу понял, что это опухоль. В общем, такая интересная опухоль. У нее признаки симметричности, расположения, развития, это признаки нормального органа. А то, что она бесконечно растет, это признаки опухоли. То есть мы это назвали опухолеподобными органами, об этом еще тоже поговорим. но гистология показала, что это доброкачественная опухоль. Таким образом, мы имеем удивительный пример того, что самый молодой орган, который образовался в результате селекции золотых рыбок китайскими селекционерами в течение последних 700 или тысячи лет, это был отбор опухоли на новую функцию в организме. Это искусственный отбор на красоту. Вот такая интересная вещь, которую мы тоже доказали и опубликовали. Следующее нетривиальное предсказание это то, что эволюционно новые органы должны повторять опухолевые признаки в своем развитии. Но если они происходят из опухоли, значит они должны повторять эти признаки. И вот если взять эволюционно молодые органы млекопитающих, такие как плацента, молочная релижа и простата, оказывается у плацента вообще у него 20 признаков опухоли, и народ спрашивает в чем разница между плацентой и опухолю. Разница это в регуляции. Регуляция есть, плацента органа снимает регуляцию, она превращается в злокачественную опухоль. Термолочная железа и простата, вот смотрите, справа график вот этот, это самые молодые органы у млекопитающих, и им свойственна самая высокая частота заболевания рака. То есть вот вам пример того, почему они болеют чаще раком, потому что они эволюционно молодые, они еще не устояли. То же самое опухоли мозга являются наиболее встречающимися солидными опухолями детей, основной причиной смерти от рака у детей. понимаете, и там еще десяток таких свойств, то есть вот мы развиваем учение об опухолеподобных органах, то есть получается, что вот эта присущность некоторая, даже злокачественных опухолей, в зависимости от эволюционной новизны органа, и вот это опубликовано тоже нами. Удивительнейший еще пример у человека такого эволюционного молодого образования это эпенземальный район взрослого спинного мозга человека. Считается, если вы зайдете в интернет, в Википедию, что эпензема выстилает спинно-мозговой канал, и вот должна быть вот такая отверстие там. А если это изучать, вот МРТ, при помощи томографии, это сагитальные срезы на рисуночке верхнем А, и оказывается, что там стрелочками показаны вот эти просветики, они в громадном меньшинстве, а в громадном большинстве это то, что у человека все это зарастает. Это гистология уже на пасмортных препаратах, иммуногистохимия показывает, что признаки эпенземома, это опухоль, что за опухоль, эпенземома наиболее частая нейроэпиталиальная неоплазма, 50-60% спинномозговых глиомов взрослых, да, то есть получается, что у всех взрослых людей спинномозговой канал зарастает эпенземомой, но к врачу идти не надо спешить, понимаете, авторы, кстати, совершенно такая космическая, понимаете, но авторы получили результат, они не могут его объяснить, понимаете, то есть получается, что вот это эволюционно молодое новое образование у человека, которое еще какие-то функции играет, тем они понимают, но еще более парадоксальное было предсказание о том, что жировой орган млекопитающих является опухолеподобным органом, а ожирение является опухолеподобным процессом, понимаете, и ну вот оказывается, что у нас у млекопитающих описано там четыре вида жировых тканей, да, и оказывается, что они являют вот собой эндокрический и такой метаболический орган, участвующий в терморегуляции, понимаете, и Синти, итальянский исследователь, директор института ожирения, там, он предложил, что давайте рассматривать совокупность жировых тканей как орган. И я могу сказать, что у рыбок описано уже 37 типов жировых тканей, значит, и у нас, наверное, будет не меньше, да, и кроме того, он является, оказывается, эволюционно новым, поскольку терморегуляция это новая функция, значит, этот орган является эволюционно новым. И когда я это осознал, значит, получается, что мы должны поискать там опухолевые признаки, ну, только что мы показали, что эволюционно молодые органы млекопитальщик обладают опухолевыми признаками. Мы начали искать и нашли, вот смотрите, 13 опухолевых признаков, причем, самое важное из них, это вот способность к неограниченной экспансии, способность к инфильтрации других органов и тканей, можно еще добавить хроническое воспаление сюда же, то есть получается, то есть получается, что у нас с вами опухолеподобный процесс, то есть жировой орган это опухолеподобный орган, а жирение опухолеподобный процесс. И это мы тоже опубликовали, видите, в серии статей, то есть вот, видите, опухолеподобный орган млекопитающих и жировой орган млекопитающих является... Но ведь есть много работ, которые выявили корреляцию между заболеваемостью и ожирением. Там, это отдельно, это другое. Это отдельная тема и я о ней немножко скажу. Значит, еще раз смотрите, способность жировой ткани к экспансии связана с гипертрофией и гиперплазией. Последние годы, вот до самого последнего времени в основном рассматривали гипертрофию. Жировые клетки увеличиваются. Оказывается, они еще и делятся прекрасно. И именно процесс деления связан с наиболее такими продвинутыми формами ожирения. Понимаете? Теперь оказывается, что инфильтрация других органов, предшественника антипоцитов, очень похожа на метастазирование. Причем даже подавляется одними и теми же веществами. Понимаете? И таким образом даже ученые, которые изучают ожирение, они говорят, смотрите, ну очень похоже на рост солидных опухолей. Но говорят это они достаточно скромно, чтобы их не назвали сумасшедшими. Понимаете? Потому что все же, понимаете, это разные области науки ожирения и онкологии, у них разный язык, разные институты, разное сообщество, и они очень ревниво к этому относятся. Другое дело, когда мы приходим с общей биологической теорией, с которой следуют, что это, по сути, процессы очень родственные. Тут уже не обзовешь, как говорится, этим сумасшедшим, а надо приводить серьезные факты какие-то. Ну вот. И вот одним из предсказаний в этой связи было наше предсказание о том, что наши гены должны работать вот в этих опухолевых тканях. И смотрите, вот эта конференция состоялась в онкоцентре в декабре 23-го года. Там вот был этот наш доклад, где мы показали, что теслингены действительно экспрессируются, они не экспрессируются в нормах. Вот здесь это видно, видите, полосочки, кроме позитивного контроля, полосочки прозрачные, да? А вот здесь вот это в опухолях, да? То есть видите, все опухоли экспрессируют вот этот вот некий ген. А это вот жировая ткань при ожирении, да? И вот видите, там тоже экспрессируется. Значит, мы доказываем, причем я вам скажу, что это, я сейчас вернусь, это сложнейшая работа. Вот смотрите, сколько соавторов. Это хирурги в основном, которые с энтузиазмом вот участвовали в этой работе, понимаете? Теперь оказалось, что жировая ткань, очень трудно оттуда выделять РНК. Ну, мы всю жизнь выделяем РНК, понимаете? И оказывается, что вот из жира, ну, очень трудно выделить РНК. Понимаете? И вот, тем не менее, мы такую, эти результаты погибли. Следующий вопрос мы задали. Хорошо, это вот эволюционно новые гены человека там работают. А как быть с тисингенами рыб? Вот помните, мы описали, что тисингены рыб, они у человека приобретают вот прогрессивные функции. Приобретают ли они их в жировом органе? И вот мы нашли такие. Мы обнаружили эти гены, потому что вот этот вот список генов, которые в жировом органе образуют некую сеть даже. Вот эта сеть здесь изображена. Да, и она, вот это, я докладывал там на международной очень серьезной конференции и тоже уже опубликовал в прошлом году. да, смотрите, вот эти вот гены, которые, значит, возникли у рыб, экспрессировались в опухолях рыб, а у человека работают и управляют развитием жирового органа, каждый из них является одновременно онкогеном и опухолевым супрессором. То есть, это, ну, вообще, это еще одно подтверждение того, что мы имеем дело с опухолеподобным процессом, да, понимаете? Ну, вот. И более того, что, вот, допустим, опухоли они могут активировать ночью, это связано с кохексией, понимаете? То есть, это удивительная, удивительная история. И вот то, что они одновременно являются онкосупрессорами и онкогенами, это явление получило название антагонистического дуализма, да, и это не исключено, что это явление вообще такое нам поможет разобраться и с опухолями и с ожирением. По жировому органу выводы, поскольку они так важны, да, что жировой орган млекопитающих можно отнести к опухолеподобным и ожирение к опухолеподобным процессам, что является подтверждением предсказания нашим. ТСН-гены экспрессируются в жировой ткани при ожирении, антагонистический дуализм может быть очень важен. А теперь посмотрите последний вывод, что можно использовать подходы, разработанные в связи с ожирением для лечения опухолей, а подходы для лечения опухолей использовать для лечения ожирения. И вот посмотрите вот это удивительная статья. Химиотерапия может индуцировать потерю веса в экспериментальных животных. Причем, какая химиотерапия? Метатриксатом и циклофосфамидом. Понимаете? То есть, это вот то, о чем мы говорим, это фармакологический подход к процессу ожирения. То есть, это открывает, вообще говоря, новые некоторые горизонты медицинские. последнее предсказание звучит так. Должны быть примеры новых типов клеток тканей органов, произошедших из опухолей. И когда мы первый раз с вами говорили, их было четыре. Сейчас их уже шестнадцать. Причем, вы знаете, что интересно, вот многие подсказываются, делаешь доклад, из зала говорят, а вот вы знаете такой еще пример? Вот я в университете делал и вот симбиовильи в желудке полевых мне подсказали. Ну, там биологи, да. Биологи, да. А вот когда я делал доклад в Няполе на биологической станции, тоже стал итальянец и то же самое в институте биологии Мори. То же самое было. И говорят, вы знаете, что из опухоли на левой стороне кишечника личинки метаморофоз осуществляется морского ежа? Удивительный пример. То есть, вот таких примеров и причем подсказывают их биологи. Они сразу включаются в эту игру, понимаете? Это интеллектуальная игра им... Ну, на этом ближе, да, чем врачам, наверное. Ну, и тем не менее, врачи тоже молодцы. Знаете, им это тоже нравится, потому что это им дает перспективу борьбы с раком. Ну, я помню, при нашей первой встрече меня очень интересовало, я даже вам задала вопрос, как врачи относятся к этому. И тогда выяснилось, что очень хорошо. Смотрите, вот эта работа по жировому органу это все на руках врачей, на плечах врачей вынесено. Причем, вы же знаете, как там это все оплачивается сейчас в науке. Ну, вот. Значит, смотрите, какое мы делаем заключение по нетривиальным предсказаниям, что теория Карсена и ВДВ обладает предсказательной силой и стимулирует новые эксперименты. И вот видите, сколько она настимулировала, это только вот эти работы, это не теоретические. И вот там на первом слайде были теоретические работы, а это только экспериментальные работы, да. И вот они в отдельной статье, видите, разобрана, то есть вот теория Карсена и ВДВ и ее нетривиальные предсказания. Эта статья, ну, год назад фактически вышла. Следующим важной функцией теории является нетривиальное объяснение. То есть теории объясняют мир, создают научную картину миру, и вообще мы должны понимать, что происходит. Понимаете, общество предпринимает какие-то меры, шаги и прочее, они ведут катастрофу. А чем лучше мы понимаем, тем лучше мы ориентируемся и получаем адекватные результаты наших воздействий. И вот мы видим, что вокруг нашей теории можно расположить 10 других теорий, и в каждой из этих теорий наша теория объясняет что-то необъясненное теми теориями. Причем это вот в статье вот в этой Карсена и ВДВ в прошлом году это было опубликовано, и там подробный анализ. Ну вот возьмем, допустим, теория прогрессивной эволюции. Наша теория для этой теории объясняет природу переходных форм. А если взять ВДВ, то наша теория в теории ВДВ объясняет способ преодоления ограничений развития. Что это такое? Ну вот смотрите, это вот прогрессивная эволюция. И теория, которая описывает, она никак не может объяснить переходные, нету переходных форм. То есть вот ступеньки сложности есть, а переходные формы не надо. Еще Дарвин сказал, что палеонтологическая летопись не полна. Так она не полна до сих пор. Как мы это объясняем? То, что популяция опухоленосителей могут быть переходными формами. А поскольку они небольшие и болезненные, и прочее, они просто могут не находиться в палеонтологической летописи. Либо их надо иначе искать. потом палеонтологи сохраняются совершенно специфические ткани. И палеонтологи это еще одна группа ученых, которым это очень нравится. И вот мы сейчас... Я вас первый раз слышала на палеонтологическом семинаре у Маркова. И тогда я заинтересовалась. И у меня были несколько докладов. Последний мой доклад был в декабре или ноябре прошлого года как раз в палеонтологическом институте. И я им предлагаю совместно искать вот эти переходные формы. Мы примерно знаем, как они должны выглядеть. Понимаете? Теперь смотрите. Да, вот еще раз. Существует проблема ограничения развития вот в ЭВД. Ну непонятно, как? Ведь шаг лево в развитии, шаг вправо это смерть. Но развитие как-то эволюционировало. Вопрос, как? Ответ, который белые не дают. Ну как-то эволюционировало. То есть непонятно, как, да? Мы объясняем нашу теорию, что ограничения, связанные с развитием, преодолеваются в опухолях за счет их высокой пластичности. Это замечательное полное объяснение. Понимаете? И вот в этой статье прошлого года вот я привожу вот такую таблицу. Здесь часть ее, часть таблицы. Здесь вот четыре клеточки, там ее десять. Ну поскольку десять теорий мы объясняем. И вот смотрите структуру таблицы. Что объясняется, как мы это объясняем и как это объясняется другими теориями. И как правило вот другие теории говорят вот неполнота полианатологической летописи, механизмы перехода непонятны, аберрантная реактивация или дорегуляция. Это вообще заклинание. Понимаете? Вот когда говорят дорегуляция, это заклинание, это не объяснение. Да? А мы объясняем, что вот конвергенция эмбриональных опухолев сигнальных путей является следствием участия в опухоли в индивидуальном, процессе индивидуального развития. Все понятно. Никакой дорегуляции. Понимаете? То есть это просто единый какой-то вот процесс. И вот в этой таблице, да, там, ну там гораздо больше текста в каждой клетке, там ссылки находятся и так далее. Но вот структура примерно вот такая. То есть мы открыто говорим, что объясняем, как кто-то объясняет и как мы объясняем. И отсюда следует вот такое заключение по нетривиальным нашим объяснениям, что наша теория объясняет целый ряд биологических феноменов необъясненных существующими биологическими теориями. При этом наша теория, она не противоречит другим теориям, но их объединяет. Почему она их объединяет? Потому что мы строим единую теорию. Теория, которая объединяет в рамках единого рассмотрения три вида биологического развития. эволюционная, индивидуальная и опухолевая. И поэтому вот такие свойства нашей теории интересные. За вот это прошедшее время у нас появились несколько каких-то фантастических совершенно разделов. Вот смотрите, еще в книге был вот этот раздел, вот часть 10-13, который назывался «Опухоль как поисковики». Что на это навело? Потому что вот опухоль описывали как карикатуру развития, как пародию развития, с ненормальными какими-то комбинациями. И выглядит, что вот опухоль что-то ищет. Особенно тератомы. Вот что-то они ищут. Они выглядят тератомы страшным образом. Там растут зубы, волосы, конечности растут целые в тератомах. Понимаете? То есть вот такое впечатление, что вот какой-то поиск происходит. И вот в статье, которую мы вот тут потом опубликовали, мы пытались понять, а как это находится вот в представлениях о компьютерных процессах, происходящих в природе. Оказывается, вот сейчас это очень сильно развивается. Оказывается, что Вселенную сейчас считают вот таким гигантским компьютером. Оказывается, что физические законы являются носителями там фундаментальной информации eat from bit, понимаете, да? Уже создается ДНК-компьютеры, молекулярные вычисления и так далее. Вот мы пытались это все интегрировать, и вот возникла вот такая вот статья, которая была посвящена роли опухоли, как поисковиков, и молекулярным вычислениям в пространстве биологических возможностей, да? И использовались вот эти вот процессы, представления о компьютерных процессах. И видите, там название статьи «Как механизмы роста сложности». И вот мы таким образом переходим вот этот еще один раздел уже теории, это принцип увеличения сложности. И оказывается, что вот в этом эмманентном, эмманентной в этой тенденции к увеличению сложности живых организмов, которые называются прогрессивной эволюцией, опухоли-носители являются переходными формами. То есть смотрите, как интересно это все как интересно раскладывается колода, понимаете? И это становится гораздо все более понятным. Теперь вот очень интересный тоже раздел теории, он называется «Диаграмма». Диаграмма Карсона и Эвадева вышла статья в прошлом году, одна из последних статей, и эта статья называется «Диаграмма, описывающая эволюцию экспрессии генов, появление новых клетчаных типов и Эвадева». Что такое диаграммы? Оказывается, диаграммы это имя оперирует современная математическая теория категории. И вот эта теория категории используется сейчас для построения новой теоретической физики. И вот мы сейчас посмотрим, что оказывается они используются нами для построения новой теоретической уже биологии. И вот однажды я вот сидел и рисовал вот это Карсона и Эвадева на бумаге. Похоже на центральную догму молекулярной биологии. Сейчас мы перейдем к центральной догме, да. И я смотрю, что получается почти центральная догма, да, то есть вот стрелки соединяют, да, а одна стрелка вот от ДВК, ее нету, она отсутствует, она запрещена. То есть, что запрещено? Запрещено, вот, developed constraint. Запрещена эволюция развития, потому что она смертельная. Оказывается, что эволюция развития происходит только через Карсона. Карсона это переходная форма. Если вот мы разворачиваем эту диаграмму в эволюционном измерении, то вот видите, на каждом витке есть переходная форма Карсона. Они все разные. На каждом этапе эволюции из разных, из других опухолей возникают новые модифицированные развития, да. Вот, видите, ДВ2 происходит из Карсона 1, ДВ3, из Карсона 2 и так далее, и так далее. И я стал думать, что раз они так похожи, вот, действительно, с центральной догмой, да, вот, у нас Карсона 1, ДНК делает РНК, РНК делает белок, да. И в той, и в другой есть запреты, и я стал думать, а можно развернуть вот эту диаграмму, и все, она у меня не разворачивалась. И я даже однажды посетовал, что, ну что же, вот, и вот Бог послал тут же расшифровку. Посмотрите, оказалось, что можно развернуть центральную догму. Правда, при этом ее преобразовав. То есть, уже мы имеем не ДНК, а геном, не РНК, а транскриптом, да, не белок, а протеом. И, собственно, догадка пришлась с тем, что вот эта пунктирная линия от транскриптома геному, это происхождение эволюционного нового гена. И точно так же вот эта стрелка между геномами, это происхождение, это разные механизмы происхождения эволюционного нового гена. И как только вот это пришло в голову, удалось сразу развернуть центральную догму в эволюционном измерении, и теперь уже она у нас описывает эволюцию генома, эволюцию транскриптома и протеома. Дальше, смотрите, можно, вот это напоминает некоторую игру, но, понимаете, вот вся математика это игра, игра разума, да, и вот если мы вспомним, вот как мы формировали, помните, гипотезу, да, то вот это вот средняя диаграмма, это макромолекулярный уровень, клеточный уровень, многоклеточный уровень, они вот связаны вот такими обратными связями, да, и это было на одном из первых слайдов. И если мы вот те же три таких диаграммы посмотрим, то оказывается, что центральная догма принадлежит к макмолекулярному уровню, да, а карсеная вода к многоклеточному уровню, и можно вот их соединить вот знаками принадлеживания, и мы получаем формулу уже. То есть это оказывается не три разрозненных диаграммы, это они являются частью некой формулы. И эту формулу, вот если мы здесь уже мы ее разворачиваем во времени, это формула многоуровневого увеличения сложности в прогрессивной эволюции. Она упрощена немного, она еще более сложная, да, но здесь вот, кстати, вот мы это показываем. И получается, что мы создаем основу для теории категории, для того, чтобы теория категории уже начинала работать с описанием теоретической какой-то биологии, да. Вот такие вот у нас интересные диаграммы. Теперь, ну, видите, мы-то все же прагматики, и у людей о земном давайте поговорим, и всем нужны какие-то коробочки, да, и всем нужны какие-то тесты, и лекарства, и все такое. И вот смотрите, что уже оказывается, да, что ПБОВ1, вот один из тех генов, которых мы описали, экспрессируется там в 20 опухолях, да, и он уже сегодня является прогностическим маркером для рака простаты. Вот этот ген ИЛФН1АС1, который мы уже говорили, вот в связи с этой, да, он рассматривается одновременно как опухолемаркер, терапевтическая мишень и прогностический индикатор. То есть вот берите и работайте, понимаете. Опять же я говорю, что, ну, это, я не знаю, бизнес, там, министерство, вот они должны это брать, и мы с удовольствием это все внедрим, понимаете, но основа для этого есть, мы это видим. Гомолог Брахиури, который мы описали, да, вот в 2007 и 2008 году, наши статьи, американский патент, русский патент, да, участвует в опитально-мезонхимальном переходе, то есть фактически в метастазировании, и поэтому является кандидатом для создания противоопухолевых вакцин. Что имеем на сегодня? 31 клиническое испытание в мире. Вот, вы знаете, сколько стоит клиническое испытание, да, 100 миллионов долларов, и все это происходит. Причем, смотрите, одно из этих клинических испытаний, вот красным оно выделено, не на одном типе, не на одном типе опухолей, на 10 типах опухолей. Почему? Потому что этот ген экспрессируется во всех этих опухолях. То есть, понимаете, мы опять приходим к представлению об такой вот об опухоле, универсальной опухоле, реагентики некоторые, да, и мы к этому, вот наша теория к этому близка, и к тому, чтобы это вот внедрять, внедрять и внедрять. И вот это один из последних уже слайдов, это значение для медицины, здравоохранения, да, то есть, то есть, что, к чему мы как-то приходим, благодаря нашей теории, изменить отношение к опухолям, и стараться их не убивать, а сдерживать, и другая теория, онкологическая, экологическая такая, гипотеза, она тоже об этом говорит, но не получается убить опухоли все, а вот сдерживать их, наверное, можно, отсюда следует и метрономная, адаптивная терапия, там, и многие другие вещи, да, надо использовать эволюционный принцип для того, чтобы как-то учиться, что делали с опухолями в эволюции организма, да, изменить отношение к ранней диагностике опухоли, потому что мы видим, что имеются опухолеподобные состояния, которые не надо лечить, вот эпидемом, пожалуйста, сейчас вот мы всех начнем лечить, что ли, да еще в канале спинномозговом, понимаете, и создать новое поколение универсальной онкологической реагентики на основе тесенгенов, да, третье значение для медицины изменить взгляд на природу ожирения и рассматривать ожирение как опухолеподобные процессы, использовать онкологические технологии при лечении ожирения, вот в том числе с помощью химиотерапии, как это удивительно, понимаете, и я говорю, что это находит отклик в сердцах клиницистов, понимаете, потому что клиницисты же видят, что ну ничего не поддается, ожирение не поддается, лечим-лечим, ничего не поддается. Ну как эпидемия, да, так и называют эпидемией. Ну вот мы к общим приходим к заключениям, если вот мы некоторое время назад говорили, что мы создаем теорию, да, то сейчас мы можем говорить, что такая теория создана в основном уже, да, причем она объединяет в рамках единого рассмотрения вот три вида биологического развития, является единой теорией фактически биологического развития. Она обладает предсказательной силой, объясняет целый ряд необъясненных феноменов и удовлетворяет другим требованиям, которые мы приявляем к теориям на сегодня. Наша теория удовлетворяет критериям красоты и парадоксальности, понимаете, вот согласитесь, что ну красиво просто. И это в общем критерий правильности. Да, да, да. Это известно. Наша теория является также новой онкологической теорией. Она свидетельствует, во-первых, в пользу возможной эволюционной роли опухолей. Согласно этой теории опухоли наследуемые дают пространство для экспрессии эволюционного новых генов. И это может быть связано с изменением онкологической парадигмы. Это тоже все очень важно. И наша теория дает новое объяснение процессов ожирения, что может иметь далеко идущие последствия для медицины. И я хочу вот этот последний слайд показать от благодарности. Причем, посмотрите, у нас они носят такой своеобразный характер. Мы здесь показываем, сколько научных школ принимало участие в создании новой теории. То есть, смотрите, это эволюционная школа университета Санкт-Петербургского. Это наш эволюционный семинар вот Санкт-Петербургский. Слушайте, он сейчас отмечает 50-летие. То есть, вы можете назвать еще один семинар в России, которому 50 лет. До 90-х то, что было, оно уже пересталось. А этот вот продолжается еще. Это вот такая традиция у нас в Санкт-Петербурге. Онкологическая школа не онкологии имени Петрова. National Cancer Institute, да, где я там, собственно, все эти современные технологии, это там мы хорошо поучились, да. Наш биомедицинский центр, Политехнический университет Петра Великого, Институт общей генетики. И вот сейчас у меня новая лаборатория в ней ГПЧФ МБА. И тоже уже она начинает принимать участие вот в этих процессах. Вот все, то есть, понимаете, какая силища. Это все, вот... Главное, все это места, где можно все это обсуждать и критически получать какие-то... Ну и вот, смотрите, вот этот результат на жировых тканях, да, полученный, он был получен в ФМБА. Потому что вот МСЧ-122, который в этом принимал участие, это принадлежит ФМБА. То есть, я говорю, это синище, это синище, которое работает, она работает медленно, потихонечку, стедили, так сказать, да, то есть, это вот путь развития науки. Спасибо большое. В этой рубрике я хотела вас спросить вот о чем. Во-первых, вернуться к нашей первой с вами встрече, к первой нашей программе и вернуться к заключительной части сегодняшней презентации, где вы представляли клинические испытания, проходящие сейчас в мире, имеющие отношение к предсказаниям вашей теории. Так вот, в той программе нашей вы говорили о том, что открытые вами эволюционно новые гены, наверное, речь шла о тесингенах, я предполагаю, о тесингенах, они проходили в то время, когда мы с вами встречались, это клинические испытания на создание легливосновой вакцины, которая проходила испытания в США тогда. Чем это закончилось? Это не закончилось, это вот как раз вот эти 31 клиническое испытания, о которых я говорил, то есть это сейчас находится во второй фазе уже клинических испытаний, то есть вот смотрите, сколько, несколько лет прошло, первая фаза три года, и вторая фаза 4-5 лет, вот как раз это там и находится. Главное, что не прекратилось, потому что я думала, что сейчас, то есть сотрудничество, оно никак не пострадало. Вы знаете, тут оно уже автономизировалось, да, то есть вот мы начали это сотрудничество, когда мы очень любили друг друга, помните, США и Россия, близнецы-братья, ну вот. Перезагрузка и все такое-то. Да-да-да, хай-хай. А потом, значит, что-то там пошло не так, но они продолжают работать. Мы не продолжаем, потому что очень дорого стоят клинические испытания, понимаете? Ну вот, и я еще здесь могу добавить, одновременно, где-то там параллельно проходило, что американцы поставили вопрос, что вот все работают-работают, а вакцин-то нету от рака. И создалась рабочая группа, которая определила перспективные антигены для создания противоопухолевых вакцин. И это мы туда не вошли, потому что это как-то еще мы не оформили вот этот вот свой патент там, да, он чуть-чуть вот позже. Они определили 75 таких антигенов, из которых сейчас используется в клинических испытаниях три. И наша вот четвертая. То есть, понимаете, вот ген, впервые описанный в моей лаборатории, да, как экспрессирующийся исключительно в опухолях, он входит в число мировых лидеров по клиническим испытаниям противоопухолевых вакцин. В России этого не происходит, к сожалению, понимаете, к сожалению. Но когда вакцина появится, тогда будем покупать за деньги. Будете покупать за деньги, несмотря на то, что приоритет открыть этого ген-клажа. Это уже другой мир, да. Это немножко другой мир. Другая сфера деятельности, не наука, это уже другое. Ну, вот надо, чтобы были приняты правильные, так сказать, административные решения в этой связи, понимаете. Понятно. Это уже, да, решения не ученых, а других людей. Спасибо большое, успехов вам. Спасибо. И вам тоже. Спасибо. Спасибо.